В любой можно, да? Три секунды и ваш голос защита. Центр избиркома республики сегодня пригласил представителей партии, наблюдателей, журналистов показать комплексы обработки избирательных бюллетеней, сокращенных КАИП. 18 марта они будут установлены практически на каждом втором участке в Ижевске. Удмуртия буквально на днях получила 140 новых электронных урн. Используются комплексы будут только в городе Ижевске. В первую очередь распределили на те участки, где уже применялись комплексы, где уже избиратели знакомы. И дополнительно на участки с большей численностью для того, чтобы ускорить процесс и голосования, и потом уже подсчет. Впервые в Удмуртии КАИБы использовали на выборы в Госдуму в 2011 году. Тогда их было почти в три раза меньше. Эти, как и предыдущие, исключительно отечественная разработка, но с дополнительной защитой и возможностями передачи данных. Отличия, скажем так, каких-то принципиальных нет. Там на протоколе по итогам голосования появится QR-код, с помощью которого автоматизированно можно будет замести в ГАЗ выборы сведения по проведенному голосованию. Внутри встроен источник аккумуляторной батареи, которая в случае каких-то проблем с электропитанием возможных позволит продолжить там работу. На каждом участке, где установят КАИБы, будут дежурить инженер. Кроме этого, специальное обучение и подготовку пройдут и члены избирательных комиссий. А сегодня на презентации саму технику испытывали во всевозможных ситуациях. В электронную урну отправляли незаполненные бюллетени или нарочито испорченные. Так? Кто подскажет? Как так? Так вот же нарисован. Пожалуйста, введите бюллетень лицевой стороной вниз, узкой стороной вперед. Ну и темный какой. В 2011-м вспоминает председатель ЦИК, когда к такой технической новинке избиратели относились недоверчиво, результаты КАИБов перепроверяли вручную. И расхождение не выявили. Если нужно, электронику перепроверят и в этот раз. Водведение итогов. Всего бюллетеней 16. Недействительных бюллетеней 5. Эта репетиция больше ознакомительна, объясняют в избиркоме. Перед стартом голосования каждый КАИБ проверит еще и как минимум два раза. В том числе и 18 марта, рано утром, до старта голосования. Оксана Худькова, Андрей Бусыгин, телеканал «Майя Удмуртия». Они совместно проговаривают эти данные.